Сегодня опять говорим про цену биткоина и криптовалют. Считаете ли вы, ребята, что рынок биткоина или криптовалют, бычий рынок, совсем скоро закончится? Думаете ли вы о том, чтобы начать выходить из крипты? Что ж, возможно, вы пропускаете одну из самых крупных возможностей в своей жизни. Это видео создано для того, чтобы подготовить 95% людей, которые это смотрят, о потенциальных значительных издержках на рынке. Я покажу вам один график, одну установку, которая доказывает, что бычий рынок биткоина и альткоинов не то чтобы даже не закончился, но самое лучшее еще точно впереди. Я поговорю про цели, я поговорю про мои прогнозы на криптовалютный биткоиновый бычий рынок и что с ним будет в ближайшие несколько недель, но также и в следующие несколько месяцев. Это определенно особенное видео, ребята. И да, ребята, я проверил вчерашнее видео, его влечение на нем просто невероятное. 12 тысяч лайков за ночь. Мы прям бьем все рекорды, ребята. И давайте держать все на том же уровне. У нас тут было 12 с половиной тысяч, давайте наберем 15 тысяч лайков. Если кто-то из вас захочет просто показать мне свою любовь, тогда проинвестируйте буквально одну секунду в вашей жизни. Спуститесь вниз, поставьте лайк и оставьте комментарий под этим видео. А я в ближайшем будущем собираюсь больше рассказывать про альткоины, так что ставьте лайки, ребята, и оставляйте свои комментарии внизу. А сейчас давайте переходить прямо к контенту. Ну да, также не забывайте делиться этим видео с друзьями. Дайте ютуб-алгоритму понять, что эти видео релевантны. В общем, да, помогите мне в моей миссии достигнуть буквально всех людей в мире. Но сейчас давайте перейдем к биткоину. Перед тем, как перейти к этому очень важному графику, я хотел бы поговорить про ближайшее время. У нас тут восходящий канал. Его также можно называть обычным флагом. Но суть в том, что он пробился сейчас, и вопрос такой. Выходим ли мы через W сейчас с целью в 64 тысячи? Или биткоин еще раз пробьется через дно, на котором мы уже создали низкий минимум, и пойдет еще ниже? Что ж, вчера мы говорили про схему Вайков Аккумулейшн, и я рассказывал вам про один сценарий. Давайте перейду и покажу вам вот этот сценарий. И в случае, если он действительно сыграет, мы можем зайти в фазу И и дойти до цен еще ниже. И в данном случае, если этот медвежий сценарий сыграет, тогда вниз мы можем уйти только на определенные суммы. И да, люди должны это понимать. Я говорил про медвежий сценарий, и он все еще может сыграть. Но это не значит, что он сыграет. Это не значит, что бычий рынок закончился. Вниз мы можем уйти только до определенных сумм. Давайте даже вернемся на графике. Если мы пробьемся вниз, у нас появится очень важная поддержка уже на дневных свечах, на уровне в 54 тысячи долларов. Если открыть здесь также дневной риббон. Так, дайте его включить. Тогда вы увидите, что очень часто пробиваемся вниз, а затем через W выходим наверх, и разворачиваемся серьезно наверх. И для того, чтобы выйти из цикла сейчас, давайте-ка по-быстрому перейдем на недельные свечи. И я покажу вам, насколько далеко мы находимся от медвежьего рынка. От чего-либо, что является подтверждением медвежьего рынка. Мы даже не дошли до 21-недельной средней скользящей, которая сочетается с нашей следующей поддержкой на уровне в 54 тысячи. При этом очень часто мы получаем поддержку на 50-периодной средней скользящей, в самом низу этого EMA Риббон. И при этом этот уровень находится на 43 тысячах. И я не думаю, что мы до него дойдем. Я думаю, что уровень в 52-53 тысячи долларов – это самый худший сценарий. Это то, чего я буду придерживаться. Возможно, даже уровня в 54 тысячи. Я говорил вам уже очень долгое время. Давайте вернемся на дневные свечи. Что мы сейчас находимся на очень сильной поддержке. И я ожидаю, что мы удержим ее. Поддержку, которая сформировалась еще предыдущим сопротивлением. И я говорил вам, что думаю, что мы удержим ее. И я ожидаю, что так и произойдет. Если не это, то хотя бы эту, которая также находится очень близко, на уровне в 54 тысячи. Однако, даже если мы пробьемся, это ничего не значит. Потому что так и происходит на бычьих рынках. Они не только создают миллионеров и миллиардеров. Она не только создает огромную прибыль с этих бычьих рынков. Как и в нашем ММ-криптокомьюнити, кстати. Подписывайтесь внизу. Нажимайте на колокольчик и на все. Для того, чтобы пройти этот путь с нами. Но также бычий рынок создает огромное количество проигравших, которые теряют возможности. Если вас вытрясет рынком прямо сейчас, прямо перед тем, как мы развернемся, и биткоин уйдет до нескольких сотен тысяч. И да, ребята, если вы сейчас сомневаетесь и смеетесь, многие люди так же делали в прошлом году, когда я прогнозировал массивный памп. Еще на 9400 долларах. Но сейчас уже наша комьюнити смеется, так что услышьте это, пожалуйста. Если вы прямо сейчас выйдете из рынка, тогда вы можете лишиться самого лучшего на этом рынке. И я покажу вам это не только на этом графике, но также кое-где еще. Но перед этим я хотел бы сказать огромное спасибо. Так, дайте по-быстрому перейду. Потому что, если честно, ребята, это просто сумасшествие. Не только потому, что наша ММ-крипто-семья сделала просто невероятную прибыль. После того, как мы пробились из этого паттерна, достигли моей цели и достигли моей второй цели, про которую я говорил совсем недавно. 550 долларов. Мы прямо идеально дотронулись до этого уровня. Но также я хотел сказать спасибо всем, кто присоединился к нашей группе V-Launch. Это проект, который я организую вместе с Криптомо. Как видите, у нас тут уже 51 тысяча подписчиков. Также 75 тысяч подписчиков в этой группе. И 54 тысячи уже в этой группе. 130 тысяч подписчиков уже во всех группах. Это один из самых больших и пока что самых быстрорастущих комьюнити во всем мире. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас. У нас есть отличный анонс, кстати, о котором я также хотел поговорить позже. Так что, если не хотите пропустить, обязательно присоединяйтесь к группе в Телеграме. А также к нашему комьюнити в Твиттере. Мы совсем скоро дойдем до сотни тысяч подписчиков. И если вы присоединитесь к нашему комьюнити везде, вы сможете получить свое место в ИДО. Мы не возьмем ни одного цента от наших подписчиков. Все это совершенно бесплатно для комьюнити. Сейчас же давайте вернемся к биткоину. И мы поговорим о самом важном, по моему мнению, графике. По сути, это длина каждого цикла. Кстати, Бенджамин Коэн об этом говорил. Так что привет ему. Как вы видите, синяя линия – это самый первый цикл биткоина, который закончился в 2011. Красная линия – это второй цикл, который закончился уже в 2013. И затем желтая линия – это цикл 2017 года. И каждый раз прибыль в процентах уменьшается. Шкала прибыли со временем уменьшается. И при этом каждый раз эти циклы удлиняются. Так что, когда проходит время, циклы удлиняются. При этом на них уменьшается прибыль. Итак, что же мы можем ожидать, судя по этой истории? Каждый раз эти циклы становятся длиннее. И прибыль в процентах становится меньше. Вот, посмотрите, самый короткий был голубой цикл. С самой большой прибылью в процентах. Очевидно, чем выше растет биткоин, тем меньше будет прибыль в процентах. Это совершенно нормально для чего-то, что укрепляется и растет в капитализации. Давайте посмотрим уже на следующий цикл. Когда мы доходим до той же степени по времени, как и предыдущий цикл. Вот, например, здесь. Вот, посмотрите, в то же время, которое понадобилось первому циклу для того, чтобы дойти до верха, когда мы дошли до той же точки по времени уже в следующем цикле. Самое лучшее было только впереди. Посмотрите, небольшой забег. И только затем все самое лучшее. Так что все, кто продал после того, как прошло то же самое количество времени, посмотрев на предыдущий цикл с ценовым рекордом, этот человек затем пропустил невероятную возможность. То же самое произошло уже в следующем цикле, в 2017. Когда мы достигли того же времени, что и на предыдущем ценовом рекорде, тогда впереди оставалось только лучшее. И, по сути, биткоин поднялся с 2000 долларов до 20 тысяч, даже с 1500. И прямо сейчас мы достигли такой же точки. На биткоине сейчас прошло такое же количество недели-месяцев, как на предыдущем цикле, когда он дошел до самого топа, с медвежьего низа до бычего рекорда. И если вы продаете сейчас, есть большая вероятность, что вы пропускаете самое лучшее. Что еще грядет впереди? Я лично прогнозирую цены в несколько сотен тысяч долларов. Я совершенно не беспокоюсь, если мы совсем немного пробиваемся вниз. Все, что мне нужно, это отдалить назад и увидеть общую картину на рынке. На месячных свечах все идеально видно. То, что первый раз в истории биткоина мы два раза подряд. Уходим на ретест этого сопротивления. 11-летнего сопротивления. И также в первый раз в истории у нас на ценовом рекорде у нас нет значительной перекупленности на RSI. При этом обычный RSI очень сильно перекуплен. Так, дайте-ка переверну. Когда мы доходим до ценового рекорда. И вот какой у меня сейчас план. Даже если бы я пытался перегнать рынок и попытаться продать на самом верху, я думаю, что мы очень далеко от этого. Я хотел бы знать от вас, ребята. Думаете ли вы, что мы дошли до самого верха бычьего рынка? На моей ли вы стороне? Когда я прогнозирую цены в несколько сотен тысяч долларов? Пишите об этом внизу в комментариях. Ставьте лайки, ребята, и делитесь видео с друзьями. И очевидно, ребята, используйте ссылки внизу. Также многие люди спрашивают меня, что у меня с моими трейдами. Пишут о том, что меня ликвидировало и все в таком духе. Но очевидно, этого нет. Вот мой трейд на 7,5 миллионов долларов. И он все еще открыт. А вот посмотрите, 7,4 миллиона долларов. И нереализованная прибыль все еще 440 тысяч долларов. Но да, конечно, из-за того, что я держу этот трейд очень долго, комиссии сжирают мою прибыль. Но я все еще в довольно прибыльной позиции. Спасибо за просмотр, ребята. И спасибо за все ваши лайки. Спасибо, что досмотрели до самого конца. И, конечно, спасибо вам за вашу поддержку, ребята. Мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипто. И как обычно, ребята, как обычно. Пока-пока.